Илья Львович Клявер родился 10 июля 1947 года в Кишиневе в еврейской семье. Отец – Лев, Лейба, Нафтулович Клявер, 1908, был шурником, мать – Клара, Хая, Борисовна Клявер, урожденная Пресель, 1910-1988, домохозяйкой. Илья был младшим из двух детей. Еще ей старшая сестра, вырос на Маголе, в ремесленном районе города. Семья жила обедно, в маленьком домике из двух комнатенок и кухоньки, в котором, кроме семьи Ильи, жил дядя Аркадий, брат отца, с семьей, Арина также дедушка с бабушкой. Родители отца, отец Ильи был участником Великой Отечественной войны, воинское звание, старший сержант, служил в артиллерии, Илья учился в вечерней школе, с будущим композитором Яном Райбургом, с которым позже работал в Фортини, в 1965-1969 году учился в Московском государственном училище циркового и эстрадного искусства. Гуцей, до поступления в которое недолго работал в Кишиневском народном театре, где так и не сыграл ни одной роли, а после, в Кукольном театре Кишинева учеником кукловода. Сыграв нескольких персонажей, творческую деятельность как артист эстрада начал в эстрадном ансамбле «Фортина», под управлением Олега Мельштейна, при Кишиневском городском доме молодежи. В 1969-1971 году проходил срочную службу в рядах Советской армии, в Московской области, где около года служил в военном ансамбле Консимировской танковой дивизии. О чем на память в его военном билете осталась запись относительно воинского звания «Ифрейтор Конферансия», именно так, без «Пробела» или «Тири», в своей автобиографической книге «Жизнь как песни» или «Всю через жа». 2007 год. Илья Олейников рассказал, что после демобилизации из армии он начинал свою творческую карьеру в Кишиневском эстрадном ансамбле «Замбет», в переводе с молдавского «Улыбка», работал артистом в МАЗ-концерте, а с 1974 по 1990 год – в Лен-концерте, в качестве артиста разговорного жанра, где исполнял монологи и скетчи известных советских эстрадных драматургов Семена Альтова, Михаила Мишина, Марьяна Беленького и ДР. Фактически Илья Олейников был соавтором многих текстов, переделывал их и добавлял свои репризы. В этот период побывал в нескольких загранпоездках, в частности, в Афганистане, во время Советско-Афганской войны, где от товарищей артистов получил шуточное прозвище «Герой Афганистана» – Венгрии, уже в 1990-х гг. Во время съемок «Заграничного» выпуска передачи «Городок» вместе с Юрием Стояновым побывал в Израиле. Работал в дуэте «Казаков» и «Олейников» первоначально «Клявер и Казаков» с артистом Романом Казаковым, который был не только его сценическим партнером, но и лучшим другом, взял сценический псевдоним «Олейников», фамилия жены Ирины Олейниковой, после того, как дуэт начал сотрудничать с Владимиром Винокуром. В частности, в эстрадно-пародийной программе «Не для лишнего билетика», по совету последнего, в 1977 году вместе со своим партнером по сцене Романом Казаковым становится лауреатом всесоюзного. Конкурс артистов эстрады, больше всего их дуэт прославился эстрадным номером, коронной фразой которого были слова, произносимые, с непередаваемой интонацией, Романом Казаковым. Вопрос, конечно, интересный. После смерти Казакова, 1986, выступал с Сергеем Стремлянским, Алексеевым, а с 1990 года, с дуэтом Н. и Дуксинов, Н. Агафонникова, программа «Смех и шок», начиная с 1968 года снимался в кино. Кинокарьера Ильи Олейникова началась с маленькой роли в фильме «Трембита», на съемке которого его, во время студенческих каникул, взял с собой Евгений Вестник, ведущий их курса в ГУЦЕИ. Сам исполнивший в этом фильме одну из главных ролей. Фильмы, кроме Евгения Вестника, снимались такие известные артисты, как Ольга Аросева и Иван Переверзев. Как рассказывал сам Илья Олейников в книге «Жизнь как песня» или «Всё через жа», в фильме он произнес только одну фразу, что «из-за мог тоже взрывать», по его словам. Со временем он даже забыл, к чему он тогда ее сказал. Поскольку, как он писал, сценарий он не читал, а фильма не видел.